Сегодня день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Он назван в честь двух учеников Спасителя, проповедовавших христианство по всему миру. В Екатеринбургской митрополии правящий архиерей, митрополит Кирилл, побывал сразу в двух храмах в честь Петра и Павла. Первым накануне торжества архипастер посетил Петропавловскую церковь города Первоуральска. Апостол Петр, о котором чаще и подробнее всего рассказывается в Евангелиях, не выделялся среди прочих происхождением, образованием или талантами. Апостол Павел стоял у истоков христианского богословия. Поначалу враг Христа, позже он стал его преданным другом, во многом определившим нынешний облик христианства. Эти люди – два великих светильника нашей веры. Сегодня церковь также празднует память преподобного старца Паисия Святогорца. В нынешнем году это происходит всего лишь второй раз со дня канонизации подвижника. Как говорил сам старец, в нашу эпоху не хватает живых примеров. В наше время умножили слова и книги, но умолились жизненные опыты. Одним из таких примеров святой жизни и был старец Паисий. Для нас очень важно сегодня иметь вот эту внутреннюю, глубинную, настоящую, укропенную, духовную связь между тем миром, тем, которые мы неким образом воспоминаем, а в церкви мы буквально соучаствуем в жизни и подвигах святых первореконных апостолов Петра и Павла, как, например, сегодня, и тем миром, в котором мы живем сейчас, одним из светочей, которого был старец Паисий. Вот найти эту связь и удержать ее в своей душе – это и есть наша с вами одна из самых важных, если не самая важная, главная задача. В престольный праздник храма святых апостолов Петра и Павла города Полевского митрополит Катимбургский Верхотурский Кирилл совершил здесь божественную литургию. После богослужения состоялся крестный ход, а затем владыка поздравил всех собравшихся с престольным праздником. Чего нам в этой жизни с вами не хватает, так это молодость и духа. Мы и в молодом возрасте старики, а уже когда состаримся, уже совсем древние. У нас нет этой живости, у нас нет этой искренности, у нас нет вот этого горения духа, которое было присуще тем, кто шел за Христом. А когда человек ценит свое время, когда он живет для Бога, горит для Бога, умирает для Бога, тогда он приобретает в своей жизни гораздо большее, намного большее, чем то, о чем мы можем даже сами себе представить. И поэтому в этой жизни нам Господь дает примеры, чтобы мы смотрели на этих людей, смотрели и хотя бы отчасти им подражали. Будет для нас особый пример, это память апостольская сегодняшняя и направление нашей жизни, чтобы мы жили, радовались этой жизни, каялись в своих грехах, приносили это покаяние к алтарю Господню, но принимали все то, что дает нам Бог, открыто, честно и правильно, исповедуя слово Христовой истины и благочестиво живя на этом свете в надежде на жизнь будущего века. Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие творческие городские коллективы. А повод для радости нашелся двойной, ведь в этом году Петропавловскому приходу исполняется 285 лет. Можно сказать, что этот храм – самое старинное здание в Полевском. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...